Я представлюсь, собственно, я преподаватель центра специалист, я веду курсы пользовательские по 1С, в том числе являюсь преподавателем центра сертифицированного обучения по программе зарплата и управления персоналом. Курсов у нас достаточно большое количество читается, но вот я буду говорить о том, что знаю и умею сама, то есть я буду говорить о 1С, причем исключительно о пользовательских курсах. В данном конкретном случае мы что-то с вами обсудим, что-то я покажу в программе. Ну и тема, тема нашего с вами занятия, это то, что мы показываем непосредственно на курсах по ведению именно кадрового учета, это как у нас с вами зарегистрировать дополнительный отпуск, как это отразить в документах, то есть это то, что от нас с вами требуется. Ну, по поводу дополнительного отпуска. Когда мы приобретаем программу, мы покупаем с вами что? Типовую конфигурацию. Естественно, разработчикам предусмотрена только возможность какого рода? По умолчанию программа знает, что всем сотрудникам положен ежегодный отпуск, 28 календарных дней. Если возникает необходимость, она у кого-то как раз из присутствующих наверняка и может возникнуть, либо уже есть, у нас есть возможность добавить новый вид отпуска. Ну, вот в качестве примера как раз мы будем с вами обговаривать, я буду показывать именно отпуск дополнительный, который дается в конкретной организации. И можно великолепным образом потом по нему начислить те же самые отпускные. Ну, и поскольку программа постоянно меняется, то поговорить здесь уже есть о чем. Действительно есть. У меня тут есть, естественно, некий такой условный рояль в кустах, то есть есть небольшая заготовочка, на которой я и буду показывать основные моменты. Что касается нашей с вами работы. Вот программунка. Начается первое, что нужно знать, это что у нас есть правочник виды отпусков. Находится он в разделе настройка, группа, команд, предприятие. И вот он, видите, виды отпусков. По умолчанию, в зависимости от настроек, мы будем видеть предопределенные виды отпусков. Вот в моем случае, смотрите, я в помощнике начальной настройки сказала, у меня будет учебный отпуск, поэтому появились, собственно, дополнительный учебный отпуск с оплатой и без оплаты. Ну и плюс еще и, соответственно, основной это ежегодный отпуск и отпуск за свой счет. Если у организации предусмотрены отпуска, неважно там за нормированный день, там за выслугу и прочее. Здесь вот в данном конкретном случае нам это не принципиально. Мы создаем новый вид отпуска. Можно сделать по ходу, но вот чтобы обговаривать нюансы, я буду показывать уже вот непосредственно на отдельно взятом справочнике. Наименование. Давайте я его назову корпоративный. О, спасибо. Ну это как всегда, вы знаете, это вот у меня. У меня это, к сожалению, нормально. Мысли бегут вперед, руки не успевают. Корпоративный. За ненормированный. Я могу тут вот расписать, что корпоративный отпуск, за ненормированный рабочий день, там и так далее. То есть это уже четко. Вот, я же говорю, что руки запаздывают. Вот так он будет красивее. Главное, что для нас важно. Когда мы создаем новый вид отпуска, мы должны учитывать один показатель. Что же это будет за отпуск? Он у нас с вами будет ежегодный? Или нет? Почему вдруг я на это акцентирую внимание? Да потому что нас с вами волнует в жизни такая задача и такая проблема, как остатки отпусков. А значит, я думаю, что всем присутствующим, неважно, удаленно или очно, перспектива считать остаток отпуска вручную не подходит. Остатки отпусков программа будет считать сама, если мы не забудем поставить вот этот флажок, что отпуск является ежегодным. Если не поставим, значит, остатки отпусков будем считать как на корпуляторе, ну или там в Excel, кто как привык. В общем, суть от этого не меняется. Опять же, ну вот в контексте той задачки, которую мы с вами сегодня обговариваем, ну предоставляется всем сотрудникам или нет. Ну за ненормированные, понятное дело, что не всем, правильно же? А вот если, если я этот флажочек поставлю, то программа будет считать, что я, конечно, должна его давать абсолютно все. В моем примере нет. Ну не у всех же сотрудников будет ненормированный рабочий день, правильно же? А когда может всем предоставляться, вот обратите внимание, вот чуть ниже, количество дней в год, постоянно, неинтересно. В моем случае это будет зависеть от рабочего места, да, то есть по какой-то должности у меня отпуск будет положен, по какой-то нет. А вот предоставляется всем, например, актуально, если у вас в организации есть дополнительный отпуск, зависящий от стажа работы в организации. Есть такое в нашей жизни. Проработал человек год, и ему уже, к примеру, день дополнительного отпуска положен. Он проработал пять лет, ему положено три дня дополнительного отпуска и так далее. Вот тогда, говорим, что предоставляется всем, зависит от стажа работы. В моем случае, да, вот тот пример, который я хотела показать, это однозначно зависит от рабочего места. Ну, собственно, вот она технология добавления в виду отпуска. Далее, далее, что здесь есть еще интересно. Если я в программе веду штатное расписание, то я могу учесть вот этот показатель непосредственно в штатке. Ну, вот у меня, да, чтобы я могла показать, видите, тут именно количество всяких разных присутствует. То есть, в частности, если я сейчас, ну, в качестве примера утвержу, ну, давайте так, на 1 января, понятно, что штатное расписание мы с вами создаем по факту, а мне нужно показать. Поэтому я парочку позиций добавлю, соответственно, у меня есть подразделение дирекция и там есть генеральный директор. Ну, он у меня будет работать 5-дневную рабочую неделю 40-часовую, 1 штатная единичка. Ну, он же не просто так, он у меня будет работать за какой-то там оплату, сейчас это не очень актуально. И мне сейчас важна закладка «Дополнительно», потому что именно здесь я четко вижу, что программа точно знает, что всем положено 28 календарных дней. А если по занимаемой должности, а генеральный директор, да, и ненормированный рабочий день, это, к сожалению, две абсолютно неразрывные составляющие, значит, я здесь могу сказать, что мне нужно добавить ему, ну, вот я его назвала корпоративной. И укажу количество дней, к примеру, 3. Получилось же? Запросто. По аналогии точно так же я могу прямо в штатном расписании указать, что у меня есть, скажем, в бухгалтере, в бухгалтере у меня есть главный бухгалтер, у главного бухгалтера, естественно, там будет какая-то там денежка, это сейчас не принципиально. Главное, что я тоже могу сказать, что главный бухгалтер, у меня есть главный бухгалтер, у меня есть главный бухгалтер, но я не буду жальничать тоже 3. Но в то же время у меня в этом же подразделении в бухгалтере могут быть еще и кто сотрудники бухгалтера, а вот им, к примеру, к примеру, никакого отпуска за ненормированный рабочий день не положено. Значит, я могу тогда на закладочку дополнительно даже не заглянуть. То есть у нас есть возможность в первую очередь, да, если вот обговаривать всевозможные нюансы, указывать привязку к должности отпуска за ненормированный рабочий день. Да, я просто, чтобы показать, еще добавлю одну позицию, у меня там есть подразделение столовая, соответственно, должность повар, там какой-то график человеку укажу, естественно, какой-то оклад. И, что очень важно, я сейчас не буду ему указывать отпуск. Значит, у меня, смотрите, получается, у генерального угла бухга есть отпуск неонормированный, у повара нет. Следующее, что я могу учитывать. Вот если я привязала к штатному расписанию дополнительный отпуск, позиции штатного расписания, тогда он будет программой автоматом учитываться, если я что делаю, если я принимаю человека на работу. Ну, вот у меня, опять же, есть заготовка, но специально приказ не делаю, показать, там, две минуты работы, а для нас этот момент важный. Я прямо вот так по алфавиту пойду. Булочкин у меня будет генеральным директором, то есть я регистрирую приказ о приеме на работу, пусть будет там с 1 января, и это сейчас не принципиально, и здесь вот, чтобы вы не дергались, сразу скажу, что нам сейчас вот важны какие моменты, я не буду ему до конца срочный договор регистрировать, вот, иметь право на ежегодный отпуск, а видите, основной 28 плюс вот эти мои три дня корпоративного отпуска. Ну, и все остальное, естественно, заполняется как положено, якобы я это сделал. Далее я принимаю еще человечка, коробочка у меня будет главбуха, соответственно, здесь будет абсолютно та же логика программы, то есть, в частности, на 1 января, на 1 января я ее возьму в бухгалтерию на должность главного бухгалтера. На должность главного бухгалтера со всеми вытекающими последствиями, видите, она подтянула корпоративу. Подтянула же, без проблем. Так, ну, мне еще, да, придется двоих быстренько. Лихачев будет у меня бухгалтером. Это будет такой некий эталон для дальнейшего нашего разговора. Я его беру, все, видите, принципиально даты одинаковые, чтобы показать. Вот, у него только 28 дней, потому что в должности, в позиции штатного расписания я не привязывала корпоративный отпуск и не буду встать. Вот, ну, и плюс я еще возьму там Малахова в столовую поваром. Соответственно... А с Малаховой поступаем следующим образом. Да, в штатном расписании я ей ничего не указывала, правильно же? Ну, мне же никто не мешает. Вот я ее беру в столовую повар, там, да, вредность там какая-нибудь, прочее, прочее. Мне никто не мешает. И прямо здесь добавить, сказать, что у нее есть корпоративный отпуск, ну, я не знаю. Я думаю, ей одного дня вполне хватит. Это мое право. Райдбук. Без проблем. Если привязали дополнительный отпуск к позиции штатного расписания, кадровый документ подтягивается автоматом. Если не привязали, совершенно спокойно мы можем с вами это сделать при регистрации кадрового документа. Следующее, что хочется очень сильно показать, а как же будет выглядеть график работы. О, господи, график отпусков, извините. Означится, давайте-ка вот на этих сотрудников, я сейчас так быстренько набросаю график отпусков, сделаю это, опять же, в один период, чтобы показать. Вот у меня тут всего четыре штучки, это вонок товарища, и, собственно, как раз то, что мне нужно. Вы же видели, человека было четыре, правильно? А записей сколько по умолчанию? И, если вы посмотрите, программа подхватывает в график отпусков вот этот вот корпоративный отпуск, подтянул же. И причем ей не важно, то ли он был привязан к позиции штатного расписания, то ли как вот я Малаховой, который у меня в столовой поваром, то ли я ей взяла и подтянула, и просто в кадровом приказе взяла и указала, хотя по штатному расписанию я этого делать не стала. Ну вот мне надо показать и так, и эдак, и разы. Теперь, ну вот хотя бы на этих людей я должна все-таки заполнить график отпусков, но так вот по мелочи. Лихачев, допустим, с 1 июля там пойдет на 28 дней. Булочкин у меня пойдет... Так, а он у меня кто? Сейчас. А, он у меня генеральный директор, между прочим. Значит, пойдет, к примеру, там с 20 июля тоже, пусть на 28 дней. Напоминаю, что количество дней отпуска не ограничено. Программа это не контролирует никак совершенно. С 29 он у меня пойдет на 3 в корпоративный. То есть это в любом случае... Упс, извините, увлеклась. С 17 августа все. Он у меня пойдет на 3 дня в корпоративный отпуск. Коробочка, соответственно, к примеру, с 1 сентября. Так, с 1 сентября отправится на 28 дней. И давайте я ей тоже укажу, что она с 29 сентября отправится на 3 дня в корпоративный отпуск. Ну и, наконец, госпожа Малахова. Она пойдет тогда с 1 октября, ну, к примеру, на 14 дней. А 1 день корпоративного, может, она у нас с вами захотеть взять позже? Конечно. Вот, и пускай пойдет с 20 октября на 1 корпоративный. Да ради бога, то здесь я могу сделать все, что угодно. Никаких ограничений нет, никакого контроля нет. Вы видели, когда я описалась, корпоративный отпуск 106 дней. И это тоже была вещь абсолютно шикарная. Шикарная. Так. Ну, а теперь самое интересное. Значит, если нам требуется, если нам с вами требуется сотрудника отправить в отпуск, ну, вы же люди грамотные, вы знаете, что один из вариантов, это можно это все сделать непосредственно из документа, график отпусков. Ну, вот я из него и покажу, просто будет поинтересно. С господином Лихачевым все ясно, ему ничего не положено, поэтому меня сейчас будет волновать Булочкин. Вот, обратите внимание, у него две позиции. Есть и животный отпуск, да, и плюс корпоративный, который дополнительный за ненормированный рабочий день, я ему даю. И вот тут очень интересно поведение программы. Если я решу Булочкину оформить отпуск. Сейчас. Из графика она мне, благо, все подхватывает. Единственное, да, я ставлю там дату отпуска, как положено, там то, что мне требуется. То есть, естественно, я указываю основание. Но меня сейчас волнует, что? Меня волнует закладочка дополнительная отпуска от Булы. Увидели? То есть, если я все сделал как следует, то и у меня, в частности, корпоративный отпуск отражается в графике отпусков, то при регистрации ежегодного она мне подтянула автоматически к корпоративу. Если человек по какой-то причине не хочет идти сейчас вот в этот отпуск, достаточно просто галочку снять. Здесь у него все нормально, все хорошо. Ну, понятно, основание там якобы написали. При проведении, как раз вот из графика отпусков, очень хорошо видно, смотрите, она тут же сказала, что предоставлены тот и другой отпуск. Видите, как это выглядит? Теперь делаю это обратно. У меня коробочка. Вот, смотрите, оформить отпуск, но только в корпоративном. Результат. Увидели? Да без разницы ей. Если у меня сотрудник отправляется в отпуск, здесь не принципиально, основной или корпоративной, если они у меня, да, вот все задано, соответственно, при щелчке по ссылке программа открывает заполненный документ, уже заполненный обе закона. Фактически мне остается только доделать документ, то есть правильно указать дату документа и указать основание, да, то есть в моем случае это график отпусков. Без правды. Без правды. Ну и, наконец, у меня же есть еще Малахова, и я же говорила, что сотрудник может, в общем-то, захотеть отправиться и погулять этот отпуск отдельно. И по этой причине у меня, видите, здесь указан разрыв. То есть вот у меня ежегодный отпуск, да, вот часть войдет, и вот один день корпоративного. Если я сейчас ее отправлю в ежегодный отпуск, так, я сразу дату поставлю там какую-нибудь, да, корректную, и мне-то важно вам показать закладочку дополнительные отпуска. Увидели разницу? Вот, собственно, зачем мне нужно было вам показать, что, с одной стороны, программа ведет себя адекватно, она, как видите, в настоящий момент, даже вот если мы указали вот эти дополнительные отпуска, да, за ненормированный рабочий день, в нашем случае сотрудникам, не важно, то ли это было в штатке, то ли это в кадровом документе, она подтягивает их в график отпусков, и если у нас соблюдается переход, а разница-то, собственно, заключается в чем? Во всех предыдущих случаях я обязательно контролировала. Вот у него ежегодный 16-го закончился, и 17-го он идет в корпоративный. А здесь у меня, видите, есть разрыв. Причем, вот сейчас я это аккуратненько закрою, не сохраняю. Сейчас, секунду, просто чтобы вот показать до конца. Они очень много сделали хорошего и симпатичного, вот с последними обновлениями. Ну и в частности, сейчас, сейчас, секундочку, просто чтобы показать. Я немножко нахимичу. Вот Малахова у нее, смотрите, с 1-го по 14-го октября, а корпоративный я ей дам не с 15-го, а с 16-го октября. Дам все тут же один день. То есть вот за ненормированный рабочий день она у меня получит. Но опять же просьба, смотрите, разрыв. Разрыв присутствует. Причем здесь вот у меня 14-е, это вообще воскресенье. Заметили? Да-да-да-да-да-да. Ну, увидеть-то надо. Теперь та же логика. Я Малахову отправляю в ежегодный отпуск. Открываю документы. Естественно, я там сразу ставлю дату, которая не требуется. И показываю закладку в дополнительный отпуск. Все. Видите? Если у нас с вами ежегодный отпуск и дополнительный отпуск идут не последовательно, а с разрывом хотя бы один день, программа заполняет только закладочку основного отпуска. Все четко, она абсолютно великолепно сделана, по-моему, очень симпатично. Вот он, основной отпуск. Но единственное, у меня тут расчетов нет, поскольку речь идет как раз именно в первую очередь о кадровой точке зрения. То есть этот документик я делаю. А дальше уже, когда Малахова надумала вот этот вот хвостик догулять, я ей буду тоже оформлять отпуск. Только теперь обратите внимание, закладка основной пустая, правильно же? Она же его уже отгуляла, все хорошо. А закладочка дополнительный отпуск великолепнейшим образом заполнена. Мне кажется, что сделано просто шикарно. По сути, мне остается только указать дату. Ну, там, не знаю, например, пусть будет 10 октября. Мне сейчас это не принципиально. Вот. И получаю вот такую вот вещичку. С точки зрения именно ведения кадрового учета. Вот тот же Булочкин, он у меня последовательно идет. Сначала у него ежегодный отпуск, потом вот этот его дополнительный. Если я сейчас формирую печатную форму, да, вот форму Т6. Форма Т6. Вот, смотрите, ежегодный основной оплачиваемый на 28 дней и корпоративный за ненормированный рабочий день. Ну, я тут просто подсократила, чтобы времени на это не тратить написание. Но, соответственно, вот он присутствует. Правильно? Всего 31 календарный день. Так, теперь, дальше. Если я сейчас покажу, ну, собственно, по коробочке, там будет в части печатной формы, опять же, все то же самое. Все то же самое. Вот оно. Ну, сейчас интереснее всего в этой ситуации, в этой вот постановке вопроса ситуация с Малаховой. То есть, вот смотрите, ежегодный отпуск у нас с вами отдельный документик. Вот, только на ежегодный отпуск. Вот они, да. И, соответственно, если я сейчас вот покажу, как выглядит отпуск вот этот дополнительный, то здесь уже постановка вопроса, опять же, другого рода. Вот он, корпоративный отпуск. Вот оно все четко и красиво. То есть, я к чему веду? Если у нас в графике отпусков указано все последовательно, программа делает один приказ с двумя строками. Правильно? Одна строчка у нас идет, это вот пресловутый ежегодный отпуск и плюс корпоративный. Если у нас разрыв есть, хотя бы один день между ежегодным отпуском и дополнительным, это будут два отдельных документа. И, соответственно, как результат, два отдельно взятых приказа на отпуск. Здесь все четко, все красиво. Ну, вот они у меня так достаточно кучно находятся. Как мы еще можем с вами проверить? Ну, в первую очередь посмотреть, конечно же, незабвенный отчет табель. То есть, я вот сейчас сформирую как раз отчет табель. У меня они вот идут как раз, только Лихачев не ходил, но у меня есть июль, август, сентябрь и октябрь. Ну, и людей немного, поэтому как раз посмотреть это никаких проблем не составляет. То есть, я сейчас сформирую табель за июль. Табель за июль. Вот он, мой генеральный пошел в отпуск. Видите? Ну, в ежегодный. Дальше показываю табель за август. Вот у него ежегодный, ежегодный, а дальше, видите, отпуск дополнительный. О, Д. О, Д. Так, теперь табель за сентябрь. Там у меня уже коробочка должна, по-моему, потянуть. Вот, смотрите, вот она в отпуске в ежегодном, дальше пошла в дополнительный. Ну, и, наконец, за октябрь, потому что там госпожа Малахова с этим своим одним днем дополнительного отпуска повару плиты стояла. Правильно, все хорошо. Вот, смотрите, что у нас, вам сейчас покрупнее сделаем. Получается, вот она была в ежегодном отпуске, правильно же? Дальше она один денечек вышла, поработала и отправилась в отпуск какой-то дополнительный. Все очень мило, все очень симпатично. То есть программа вот эта учитывает абсолютно спокойно. При этом, там вот у меня еще есть товарищ лихачок. Но если мне очень сильно захочется, я, опять же, просто сделаю с графика. Вот ему он не положен был мною ни в штатном расписании, ни при приеме на работу. Но это не значит, что программа мне не позволит сделать вот такую вещичку. Дать ему дополнительный отпуск. Если добавляешь вручную, смотрите, по умолчанию. Вот у него отпуск ежегодный заканчивается 28 июля. И программа предполагает, что он здравый, умеет в твердой памяти, будет что дальше догуливать сразу же оставшуюся часть вот этого корпоративного. То есть я здесь могу руками уже указать все, что угодно. Она мне это сделать позволит. Ну, там какое-то там основание, это сейчас не принципиально. Великолепнейшим образом я это все сделаю. Ну, только дату, естественно, поставлю там какой-то там. Вот. Документ прекрасно проведется. И если я вам сейчас опять открою табель за ее месяц, то вы увидите, что программа очень гибкая. То бишь, варианты могут быть абсолютно любые, но вот на ИСе все правила имеют исключение. Так. Вот мой лихачок. Смотрите, вот он сначала по ежегодному отпуске, и потом вот он отпуск дополнительный. На всякий случай сокращение, откуда берутся, это в разделе настройка, есть классификатор вида рабочего времени. Там у нас как раз все обозначения. Ну, и, наконец, еще ради чего мы с вами старались. Здесь вот как раз хочу напомнить, что по двум должностям у меня дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день привязан в штатном расписании у генерального главпуха. Далее повару я указала при приеме на работу, а бухгалтеру не указывала вообще ничего. Да. Давайте-ка я вам покажу, как сейчас будет выглядеть отчет от остатки отпусков. Остатки отпусков. Да. Ну, для начала... Даже вот, наверное, так вот возьму. На начало года. Здесь ничего. Ну, я с нуля, я все с 1 января начала. Далее, например, на начало этого полугодия. Смотрим. Булышкин генеральный. Есть такое дело? Лихачев. Видите? То есть здесь ни о каком корпоративном отпуске речи нет. Обратили внимание? Красненьким за минусом, помните, это он перегулял. Я ему дала 28 дней, а он еще на них не заработал. Я их всех приняла с 1 января. Но программа видит вот эти вот третенька. Ну и Малахова тоже у нас с вами отражается. Есть такое дело? Так. Интересу ради. Давайте посмотрим на 1 января 19-го. Ой. Ну ладно. Я знаю, что столько не живут. А вдруг? Не, ну в книге рекордов Гиннесса точно кто-то есть. Нас сейчас волнуют остатки по отпускам. Волнуют же? Волнуют. На 1 января она показывает, что Булочкину положено, Лихачеву не положено. Заметили? И оставшимся двоим положено. Видишь? Да. Даже, наверное, здесь удобнее вам показать, хотя дать ее уж, скажем, 22-й год пусть будет. Ну, 1 января, конечно, не очень, наверное, удачно, но зато мы увидим, вот, какую картину. Видели же? Остаток будет считать. Обратите внимание, здесь в программе непринципиально. Как я указала информацию, то ли в штатном расписании, то ли при непосредственном приеме сотрудника, в кадровом документе, я же могла это сделать и в кадровом переводе для уже работающего человека, она остатки считает. Почему она считает? Да потому что, когда мы начали разговор, я первое, что вам сказала, это вот при вводе, надо обязательно поставить флажочек, что он является ежегодным. Только тогда программа будет считать остатки. Только тогда. Вот. Ну, а Лихачёву, Лихачёву, да, я ему в документе отпуск добавила. Программа эта интерпретирует, что это некая условная разовая операция. И ни о каких остатках речи быть в принципе не может. Она ему прекрасно считает только остатки по ежегодному. Ещё как-то. Ну и вот в контексте остатков отпусков ещё один момент. А если у меня сотрудник, но не хочет он идти в отпуск, Райдбулка, так, вот на 1 января 2019 года, просто чтобы было поудобнее. Вот. Смотрите. У Булочкина там что-то накопилось, и вот они 3 денька. Да. Я немножко нахимичу. Ну, просто чтобы не переделывать и не отнимать времени. Соответственно, вот мой Булочкин. Ну, не захотел он идти в корпоративный отпуск. Только ты его права. Видите, она уже тут же опаньки. А если я опять же скажу, что это, например, там какой-нибудь 22-й год. Вот такая вот красотища получается. И вот можно сравнить. У них стартовые условия одинаковые. Мною специально были указаны для коробочки. Сейчас я вот. И для Булочкина. Он генеральный директор, она главбух. У обоих отпуск дополнительный за ненормированное рабочее время был привязан к позиции штатного расписания. Только, смотрите, коробочка, она якобы ходила, как положено, да? А у меня Булочкин, он один год сходил только в ежегодный отпуск. И программа четко показывает. То есть у него есть остатки по ежегодному отпуску за 3 года. Видите? А по дополнительному за 4. То есть она четко видит, четко считает. Здесь гулял, отгулял, а здесь не отгулял. По-моему, просто великолепно сделано. Великолепно сделано. Жить становится гораздо легче. И мы, в общем-то, уже этот функционал программы прекраснейшим образом можем использовать. Все то же самое она может показать не в отчете, который называется «Остатки отпусков кратко», просто там менее наглядно. Информация та же, информация та же. Вот они, видите, основной корпоративной. За одним исключением в этом отчете, но для нашей темы это не очень комфортно, программа, программа нам с вами не показывает перевод, поэтому плохо видно, да. Ага, то есть если я сейчас опять поставлю 2029, 22 я там, кажется, ставила, да. Вот, и я сформирую, но пока что нам не в общее количество. Ну вот у него там накопилось. Ну накопилось, это здорово. Да, я могу сказать, видите, вот здесь 12, вот здесь 9. Но при учете того, что у нас есть с вами программа, четко показывает и контролирует рабочий период, то это очень удобно. Ну и последнее, на что еще я хотела обратить ваше внимание в этой жизни, а то как-то, да, время летит быстро и незаметно. Вот остатки отпусков, когда мы работаем годами, программа считает автоматически. При этом бывает ситуация, если нам с вами необходимо ввести остатки отпусков. Сейчас подробилась, остатки отпусков вручную. Все бывает в этой жизни. Ну, скажем, у меня в моей учебной организации учет ввелся на бумаге, наконец-то купили программу. Слава тебе, Господи, за это. Значит, остатки отпусков. Нежели вводить, то я точно так же могу указывать и остатки по корпоративному отпуску. То есть чисто гипотетически, если я так представлю себе, что Булочкин был принят не в 2018 году, а там в 2014, в 2015 и так далее, и так далее. Вот, видите, я могу точно так же сказать, что у него, к примеру, накопился остаток там за, скажем, 16-й год, за 17-й. Здесь уже не принципиально. Я, например, скажу, что у него основной отпуск с 10-го, 10-го, 16-го. У него там накопилось, к примеру, 4 дня и плюс корпоративный отпуск. Тоже точно так же укажу период, скажу, что это с 10-го, с 10-го, 16-го было накоплено, ну, например, есть остаток 1. И вы можете увидеть, что в верхней панели, в верхней панели программа великолепнейшим образом уже показывает, что вот у него есть остаток. То есть есть 4 дня основного и 1 день корпоративный. То есть вот как-то так вот великолепнейшим образом все это реализовано. Мне нравится, очень здорово. И потом программа опять же это будет учитывать. Я это увижу в тех же самых отчетах. То есть если я буду формировать отчет по остаткам отпусков, она уже опять же мне все это будет прекраснейшим образом показывать. Вот видите мое хулиганство. Вот они 4 дня. Видите? Вот в остатках. Вот у меня остатки. Я выбрала раз. И вот у меня 1 день. Два. Все считается ей прекрасно. Главное при вводе вида отпуска не забыть поставить вот эту скромную галочку. И здесь непринципиально. Всем будет отпуск предоставляться, не всем. Как он будет там постоянно или там от стажа. Непринципиально. Для нас с вами важно, что хотим, чтобы она считала ставки автоматом. Значит, тогда флажочек этот ставим. Не хотим, значит, не ставим. Вот и вся. Ну вот такая вот любопытная ситуация у нас с вами имеет место быть в программе. Действительно здорово сделали. Ну вот и тему отпусков мы, в общем-то, рассматриваем на курсе кадрового учета очень подробно. Отпусков в программе великое множество. Здесь вот малое только того, что можно сделать. Да. Ну и в том числе, конечно же, обговариваем, как добавить в эту отпуска. Так что на этом я, пожалуй, дозволенную речью заканчиваю. Ну и приходите к нам еще.